Всем привет и всех с Новым Годом! Надеюсь, вы там уже отдохнули и настроились вспомнить героев прошедших 12 месяцев. Потому что наконец наступил ответственный момент представить вам команду лучших футболистов 2023 календарного года. Мы в редакции, как всегда, долго спорили, обсуждали критерии выбора, перебрали несколько десятков футболистов и все-таки собрали основу. Ее, а также тренера года объявлю я, ну а пятерку запасных озвучит Саня. От вас же потребуется горячее обсуждение в комментах со своими вариантами лучших футболистов на своих позициях. Перед началом хочу сказать, что в этот год мы вступаем вместе с компанией Фонбет, титульным спонсором Фонбет Кубка России, а также партнером сборной России по футболу, ЦСКА, Локомотива, Рубина, Ростова, Крыльев и других команд. Одним из самых ярких событий декабря прошедшего года стал матч всех звезд Фонбет Кубка России. Ждем, что в новом году подобных ивентов будет еще больше. При регистрации с промокодом Мяч в мобильном приложении Фона всем бонус 2000. Ну а теперь начинаем. У вас Анта, кстати, сегодня день рождения, можете поздравить в комментариях. Чукуй Мэка, чукуй Мэка. Надо, кстати, придумать что-то новое. Слушай, а у тебя же второго числа? Да. На всякий случай. Второго? На вратарской позиции было сложно выбрать из-за того, что кто-то несколько месяцев пропустил из-за травмы, а у кого-то одна часть вышла куда сильнее второй. Но по итогу у нас есть выбор, и это Марк Андре Терштегин. Чуть ли не главная причина неожиданной победы Барсы в Ла Лиге. Не зря немец стал лучшим вратарем Европы по проценту сейвов и сухим матчем. А в этом сезоне до своей травмы он помогал команде оставаться в группе лидеров и в некоторых играх, как, например, со Сиданом, решал чуть ли не в одиночку. Остается только пожелать Терштегину скорейшего выздоровления. Переходим к обороне, куда налево поставим Федерико Димарко. Таким людям в команде я очень рад. Итальянец – один из тех, кто делает футбол более ярким, техничным и красивым. Чего стоит только его гол с центра поля, вошедший во все хит-парады года. Димарко с пятью ассистами в Лиге Чемпионов – один из ключевых игроков Интера, вышедшего в финал Лиги Чемпионов. Ну и в том, что сейчас на Радзуре лидирует в серии А, тоже огромная заструга Федерико. В чемпионате у него семь голевых действий и место в топе лучших игроков сразу по нескольким показателям. А вот справа сыграет старт-машина Джереми Фримпонг. С приходом Алонсо он превратился в игрока мирового уровня. Ни его стартовой скоростью, ни дриблингу, ни кроссом, ни умению замкнуть на дальней – никто противостоять не может. За год голландец собрал 25 результативных баллов. И это с отрывом лучший показатель среди всех латералей топ-пяти лиг. Тут больше добавлять-то и нечего. В центре есть человек, с попаданием которого в основу мало кто поспорит. Это Вильям Салиба. Преображение арсенала, его стабильность по ходу года, текущее первое место в таблице, улучшение игры Габриэла – на все это повлиял Салиба. И на упущенный титул в прошлом сезоне тоже, но вот только уже своим отсутствием из-за травмы. Я вообще не вижу слабых мест у француза. Он хладнокровен с мячом, непроходим в обороне, Вильям лучше в Европе по проценту прерванных обводок, силен в воздухе, не тушуются в топ-матчах, игры с Сити и Ливерпулем яркий тому пример. Ну а новость о его продлении, думаю, стала одной из лучших для фанов-канониров в этом году. А вот на место его партнера было много претендентов, например, Ким Миндже, который провел очень сильный год. Но мы остановились на Ронаде Арамфо. Барса одержала на Реалом три победы в первой половине года. И в каждой из них уругваяц был дико хорош, не терроризовав Венисиуса. И тот факт, что Барса выиграл чемпионат с лучшей обороной, его основная заслуга среди полевых. В этом сезоне он преподал мастер-класс Атлетико и забил победный мяч со Сьедадо. Плюс и со сборной при Белсе он хорош и идет с партнерами на втором месте в отборе. Парни обыграли Аргентину, где Араухо забил, и Бразилию, сыграв на ноль. Так что если уругвая и Барса строить успешное будущее, то только с таким лидером в обороне. В центре поля начнем с безоговорочной позиции. Встречайте, Родли. Ну какой же год проводит этот человек? Голы Баварии в Лиге Чемпионов в 1-4 и в финале Интеру. И звание лучшего игрока турнира. Приз МВП Клубного Чемпионата Мира. И это мы не говорим еще о его прямых обязанностях по разрушению чужих атак и организации своих, с которыми он справляется чуть ли не лучше всех в мире. Быть в Сити равным по важности с Холландом и Дейбрюни – это ли не показатель абсолютной топовости? Рядом с ним поставим Деклана Райса, который сначала помог Вестхэму взять Еврокубок, став его лучшим игроком, а потом, перейдя в арсенал, резко стал там ключевой фигурой. Декланд добавил канонирам физической мощи и спортивной злости, забивает важные голы и по куче метрик входит в число лучших игроков лиги. Такие футболисты на вес золота. Этим летом за многих опорников заплатили космические деньги, но только чек за Райса кажется абсолютно обоснованным. Чуть выше в этой тройке сыграет феномен второй половины года Джуд Берингем, который вообще-то до этого успел взять награду лучшему футболисту Бундеслиги. Но это достижение меркнет на фоне того, что он показывает в реале. Англичанин, будучи полузащитником, соревнуется с лучшими форвардами мира по голам и забивает все, что можно. Джуд лучший в Европе по реализации. И вообще есть хоть что-то, чего он не умеет. Чуйка у него как у нападающего, физика как у монстра, техника как у Зидана, а еще крутой дальний удар и игра головой. Ну, феномен, иначе не скажешь. Переходим к атакующему триу и роль оттянутого нападающего отдадим Антуану Горизману, проводящему, возможно, лучший год в карьере. 44 балла у него в 60 матчах. Француз приносит пользу на всех участках чужой половины поля. И ассисты отдает, и сам забивает, и на фланг сваливается для комбинирования, и в прессинге участвует. А еще, кстати, он вот-вот станет лучшим бомбардиром в истории Атлетико. Ну, просто прекрасный период. Переживает Антуан. И остается только узнать, что же повлияло на эту белую полосу француза. Мне особенно интересно, как болельщику Барса. Ну и пара нападающих здесь без сюрпризов. Первый – Эрлинг Холланд, забивший ненормальное количество голов в АПЛ с историческим рекордом результативности. И даже при не самой лучшей реализации в этом сезоне он все равно лидирует в гонке бомбардиров что в АПЛ, что в Лиге Чемпионов. А еще по ходу года мы увидели появление их связки с Альваресом и умение Эрлинга комбинировать с Хулианом. Увидели, как норвежец становится лидером на поле с точки зрения подсказа и голоса. Учитывая, что Пепп делает все, чтобы поддерживать и мотивировать подобечного, думаю, что его успехи продолжатся. Так что побойтесь, Викинга. Ну а закроет основу Харри Кен, человек, который потенциально ужасный год превратил в гениальный. Сначала он умудрился, играя в кошмарном Тоттенхэме, набрать за первую половину года 20 баллов по гол плюс пас. Потом, перейдя в Баварию, отдал в первом же матче титул Лейпцигу, но не раскис, быстро обрел форму и закончил первую половину сезона с 25 уголами, с кучей побитых рекордов и неплохими шансами на золотой мяч. Кстати, вы задумывались над тем, что у Ангри сейчас впереди связка лучших игроков мира Беллингем и Кейн. Если эти бисты не выведут сборную хотя бы в финал Евро, я буду очень удивлен. Ну что ж, вот такую супер-тим мы собрали со схемы 4-3-1-2. И я в ней вообще не вижу слабых мест. В воротах стена. Латерали с такими надежными центр-дефами могут не беспокоиться об обороне и смело подключаться в атаку, что они умеют на топовом уровне. В середине поля умы лучших команд АПЛ, а выше вообще четверка с фантастической концентрацией футбольного интеллекта, скиллов и способностью решать исходы любых матчей. Кажется, что перед встречей с такой командой коленочки бы дрожали у всех соперников. Друзья, перед тем, как объявить тренера, у нас для вас важное объявление. Теперь, помимо привычных двух-трех роликов в неделю в Ютьюбе, мы раз в две недели будем публиковать дополнительный полноценный ролик эксклюзивно на нашем канале Мяч Продакшн в Рутюбе. Хочу подчеркнуть, что контент на Ютьюбе никак не пострадает и будет выходить в таких же объемах, как и раньше. Но теперь вы можете наслаждаться еще несколькими нашими бонусными видео в месяц на Рутюбе. Причем абсолютно бесплатно. Там, кстати, уже вышла команда открытия 2022 года, где есть, например, Хави Симмонс и Заир Эмили. Оцените и проголосуйте, кто круче. А заодно посмотрите на других героев нового поколения. Ссылку на ролик оставим в описании. Ну а лучшим тренером года мы, конечно же, назовем Пеппа Гвардиола. Он закрыл все гештальты по титулам. Сити взяв Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный Мундиаль. И в целом установил рекорд по трофеям за год для английских команд. 5. Сделал Родери лучшим опорником мира. Холланда реальным претендентом на золотой мяч. Аки одним из лучших и стабильных защитников в АПЛ. Улучшил навык в Майнгеймс с коллегами по цеху. Стал еще более прагматичным. Вел тренд на игру в 4 центральных в обороне. Пепп настолько хорош, что даже при всех проблемах текущего сезона никто не удивится, если весной они включат максимум и опять выиграют все главные титулы. Ну а вас попрошу не спешить опускаться вниз и писать гневный коммент с претензией почему же в составе нет вашего любимчика. Для начала дадим слово Саше с его пятеркой запасных. Всем привет! Передем к тем, кому не хватило места в основе. И начнем, конечно, с Кевина Дебрёйне. В первой половине сезона он был мозгом сделавшего Требл-Сити и тащил в ключевых матчах. В Лиге чемпионов оформил гол Реалу в первой игре и два ассиста в ответке. В АПЛ результативные баллы в важных матчах с Ливерпулем и Арсеналом. Две голевые в финале Кубка Англии с МЮ. Конечно, если бы не травмы, бельгиец наверняка провел бы ударно и вторую половину сезона. Ну и попал бы в нашу основу. Но в то же время отсутствие Дебрёйне подчеркнуло его значимость для команды. Мы видим, что сейчас Сити плохо без него. Ну и напоследок крутой факт. Даже пропустив вторую половину года, бельгиец все равно вошел в топ лучших ассистентов 2023-го. Вау! Следующий Келлиан Мбаппе. Один из лучших бомбардиров года. Он на скамейке только потому, что снова не ушел из ПСЖ. И большую часть мяча забил в относительно слабой французской лиге. Тем не менее, Мбаппе есть чем похвастаться и помимо 34-х голов в Лиге 1. Например, двумя победными и одним ничейным мячом в нынешней ЛЧ. Без которых ПСЖ не вышел бы в плей-офф. Или с 17-ю результативными баллами за сборную. В том числе четырьмя голами в двух поединках с Нидерландами в отборе. Где Келлиан стал третьим бомбардиром. Пожелаем Мбаппе в 2024 году наконец уехать из Парижа, чтобы топовых матчей с его участием все же стало больше. Третьим отмечаем Виктора А. Семхена. Лучший бомбардир и MVP сезонов серии А. Футболист года в Африке. Восьмой в голосовании на золотой мяч. Девятый в списке лучших футболистов 2023 года от The Guardian. Добавьте сюда его количество голов. И в принципе, на этом аргументацию можно заканчивать. Но нигериец хорош еще и тем, что, в отличие от большинства топ-напов, много дает команде без мяча. За последний год Виктор был круче 94% форвардов по выигранным верховым дуэлям и лучшие 85% по выносам. Вы прикиньте, нап, который возвращается в свою штрафную, помогает команде отбиваться и при этом имеет отличную результативность. В этом А. Семхен уникален и неудивительно, что некоторые эксперты котируют его даже выше, чем Холланда и Кейна. Четвертый. Букая Сака. Уже в 22 он закрепился в статусе лидера нового арсенала, борющегося за трофеи. По итогам года англичанин номер один в команде и по голам, и по ассистам. По передачам вообще входит в топ лучших в мире. В борьбе за звание главного молодого игрока АПЛ опередил даже Холланда. Ценность Сака в его многогранности. Мало того, что он умеет на поле все, круто обороняется, комбинирует, освобождает зоны для партнеров, обыгрывает один в один, так еще и делает это на разных позициях. От левого защитника до правого вингера. Ну и главное, что на Букая почти всегда можно рассчитывать. До травмы в октябре он провел в АПЛ 87 матчей подряд, что стало рекордом турнира. Ну и последний на нашей скамейке Лаутара Мартинес. Одно из главных преображений года. После плохого окончания 2022, кульминацией которого стал проваленный Мундиаль, аргентинец не сломался, а показал характер. И в 2023-м начал разрывать. В первых 11 матчах после ЧМ оформил 9 баллов. В конце сезона в ключевых играх выдал еще более крутой отрезок. Уже 15 результативных действий в 11 матчах. В числе которых голы в плей-офф ЛЧ, где Интер добрался до финала. Ну а в этом сезоне Лаутара и вовсе один из лучших в мире. Причем не только по голам, но и по реализации, за которые его обычно критиковали. Выбирайте у нас в телеге, кто из представленной пятерки должен быть в основе команды лучших. Ну что ж, а теперь перейдем к самому сладкому. Выбору лучшего игрока 2023 года по версии Мяч Продакшн. Вот наши кандидаты. Я в восторге от игры Родли. Системообразующего футболиста главного клуба года. Тогда я, разумеется, назову Эрлинга Холланда, побившего все возможные рекорды результативности в АПЛ. Золотым мячом его прокатили, но может хоть у нас он получит награду. Не обойтись в этом списке без Антуана Гризмана. Именно он сделал атлетику таким интересным. По большей части за вторую половину сезона, но нереально крутую я назову Джуда Биллингема. Ну и невозможно не отметить человека с полсотни голов за год. Харри Кеймер. Это настоящая машина. Голосуйте за лучшего футболиста прошедшего года в нашем телеграмме Мяч Продакшн. Все зависит только от вас. Ссылка внизу. Ну а мы поздравляем вас с праздниками и желаем отличных выходных. Без контента не оставим. Скоро ждите сборную худших игроков года. Ну и спасибо, что были с нами в 2023. Постараемся для вас сделать интересным и новый 2024. Пока. Пока.